Петербургская недвижимость Совершенно реальна, ведь первый износ всего 200 тысяч рублей, и это всего 4 пятых арендной платы. Квартиры в новостройках доступны без комиссии напрямую от застройщика и с выгодными условиями по ипотеке. Выбирайте на свой вкус и бюджет уютная европейская застройка или современные небоскребы. Например, Светлана Парк. Бизнес-класс в окружении парков в Выборгском районе, близкому к центру города. В комплексе эргономичные планировки от студий до 4-комнатных квартир евроформата. Высокие потолки, звукоизоляция, терраса, парк – все для людей. Если самим не хочется возиться с ремонтом, то застройщик по очень привлекательным ценам предлагает дизайнерскую отделку в нескольких вариантах. И это всего лишь один из новых жилых комплексов петербургской недвижимости. Также есть во всех районах Петербурга и в пригородах – у Невы, у Залива, у парков, в исторических или новых районах Петербурга. Квартиры в Питере – это уже не мечта, а реальность. Выбирайте свою по ссылке в описании к ролику. Поверни его на бок. Мы, естественно, опаздываем. Да, он, конечно, перекрытый, но, может быть, я реально только его и любила? Оленька, пожалуйста, не забудь завтра утром, что ты на Диму обиделась. Ну что, привет, привет. Ну, опоздала немного, ну, немного, моя злая. Я, на самом деле, все время так почему-то. Ничего хорошего в этом, но все время я опаздываю. Ага. Ну, давай. И он вам, по вашим же просьбам, футболочки нашли. Я даже Apple TV взяла, Зай, мы будем великую досматривать. Я, кстати, еще… А, я уже на третьем сезоне. Ты сейчас выступаешь, как, знаешь, такие помощники-комментаторы, да? Да. А теперь обратите внимание, как опоздавший человечек вообще не спешит. Как говорится, без нас не улетят. Ну, конечно. Да-да-да. Сейчас еще за перевесом, кстати. Сегодня как раз у вас будет возможность рассказать свою историю. Вы будете главными героями этого шоу. И именно ваши истории мы будем разбирать. А разбирать я их буду со своим соведущим сегодня, Семнадом Ткачевым. Хотелось, что сколько съесть. Оплатили багаж. Весь аэропорт прошли. Ну что, ребятам тоже теперь объяснили, где оплатить багаж. Потому что аэропорт у Слой не работает, там никого нет. Поэтому надо найти другое окно, мы его нашли. И вот так мы уже отъяснили. Возможно. Да, что, я на своей территории, да. Спасибо, что ты пришел. Мне приятно, что мы с тобой знакомы. То место, где я всегда подскальзываюсь, это в именах и фамилиях. И когда я перезагрузку вела, редактор, который сидел у меня на ухе, она знала, что мне нужно примерно раз в 20 минут, говорит, Катя. Потому что... Ну что ж, мы все успели, естественно. Уже прошли. Естественно. Естественно. Я, кстати, в ту сторону никогда не опаздывала на самолет. Туда обидно опоздать, согласитесь. Один раз я не улетела из Милана с подружками, с компанией. Но мы не то, чтобы расстроились. Поехали просто на обед, еще на день остались. Вот. Так, пока фортит. Аня еще злая по сих пор. Да я не злая. Я опоздала на 18 минут. Вы бы видели ее лицо, с которым она меня встретила. Вот это все осуждение и непонимание. Как можно так и рассчитать время. Она наговаривает. Я вообще радовалась, что она приехала. Конечно, она меня не обняла, когда я зашла. Я просто потому, что она все быстрее, быстрее, быстрее. Я жду, у меня еще 30 минут. А потом свободные и делаем, что хотим. Обнимешь меня? Да я же тебя еще тогда обняла и поцеловала. Ну, хорошие. Ну что, пойдем, что-нибудь перекусим? Давай. Ой, я отсюда в Есентуки вылетала. Наверное, мы, кстати, в Есентуки отсюда будем с тобой вылетать тоже. У нас с Аней начался июнь. Я сделала это. Рокки. Начался июнь. Он у нас супер занятой. У нас бывает время, Аня, скажи, что в месяц несколько встреч. Да, мы делаем свою рутинную работу. А бывает, как июнь, когда у нас поездки. В июнь мы еще с тобой чужие письма снимаем. Мы вас слушаем, снимаем. Это все в этом месяце. Влог снимаем. В Питере мы теперь влог снимаем. В Есентуки едем. Влог снимаем. 15-го у меня выступление на Яндекс.Фарма. Точнее, не выступление, а я веду все мероприятие. Расскажи мне, пожалуйста, читал ли ты ее? Жизнь, сапожок, не парный. Нет. Вот без этой книжки человек из России жить не может. Суть природы террора заключена в том числе в книжке Тамары Питкевич. Жизнь, сапожок, не парный. Мне присылают, значит, вот этот кусок. А Тамара Питкевич – это родная сестра моей бабушки. То есть я попав в двеной линии из Санкт-Петербурга. Моя бабушка Варя, они родились в Питере. Бабушка пережила блокаду. Тамару репрессировали. И мы приезжали, да, каждый год к Тамаре на юбилей. Она там, улица Пушкинская, пышком с московского вокзала. А там биография моей семьи описана в этой книге. То какие-то вещи очень важные, личные для меня. Кому-то тоже отзываются. Ну, спасибо, что вы упомянули книгу и так далее. Комментарий. Ольга, ваш сегодняшний пост по меньшей мере неуместный. Я читаю книгу по, ну, собственно, рекомендации гостя. Я опять не буду, сейчас опять фамилию, правильно? Либерова. И слежу за драматургическими перипетиями героев. А из-за вас я теперь знаю, что Валечка все-таки останется жива. А Валечка это моя бабушка. Вы не поняли? Оливьешечка. О, кстати, я не забыла. О, здравствуйте. Котлетка с пюрешкой. Лучшее начало дня, я считаю. А, ты что, с оленью не взялась? Нет. А нету, что ли, здесь? Это же муру. С сыром. А какие вкуснее вы посоветуете? Нет, вот это нравится. Давайте тогда с сыром. А это дегустация? Нет, просто так высыпали вот так. А я думала, угощайтесь. Ну что ж, и теперь мы летим. Вы крутые. Я даже вам в этом еще не сказала. Вы за два дня разобрали все билеты. Серьезно, вы даже без фоников нафишите. Реально на меня будете. Есть история про письмо. Я тебе ее тогда на свадьбу Ясе рассказывал. Но ребятам тоже расскажу, чтобы мы, наверное, да? Конечно, расскажи, да? Вот, значит, психолог. Он вот это вот все меня заставляет медитировать. Будет в моменте сидеть и сейчас заебал. Вот. И на каком-то этапе он мне такой, ну вот этот же момент. Ну у вас явно он уже лет 20 тянется, 15. Надо уже пора рассказать это отцу. Я такой, давайте я еще 10 лет такой похожу. И он такой, хорошо, но не обязательно прям звонить. Напишите письмо. И он такой, главное, когда решите писать письмо, Ну деньги все жене переведите, чтобы за голову не уйти. Я такой, трогайся. Вообще нормально все. С чего вы взяли? Я вот... Ну мне нравится твой психоаналитик, да? Да, да, да. И через какое-то время я пишу письмо. У меня слезы. Я перерываюсь между каждым предложением. Вот так. Такой параллельно еще внутренний критик. Нихуя, если тебя размотал. И пишу, прости, пап. И в какой-то момент вижу, у меня еще слеза снизу капает. Вот это на белое. И я такой, ну придурок. Это обложка альбома, давай. Ну, в общем, вот. Мы заселяемся. На самом деле, как будто бы, хотя я люблю Сапсан, но которая убеждает, что на самолете быстрее. И мне комфортнее. Учитывая, что я сегодня летела с утра, и мне сегодня еще выступать. Я супер бодра, весела. И из аэропорта мы доехали до отеля за полчаса. Поэтому все кайф. Оказалось, что за отель еще платить надо. Да, сегодня я выступаю в стейдже. Да. У нас солдат был на три дня. В следующий раз надо будет появляться. Да. И еще завтра буду тоже выступать. Там тоже уже солдат. В общем, классно, прекрасно. Питер нас встретил с солнышком. В целом, как всегда, Four Seasons прекрасен. Что? Like. Like, что есть. Барчик всегда. Кофеечек. Чаечек. Кстати, чайник мне очень понравился. Смотрите, он электрический, а выглядит очень даже прикольно. Ну, понятно всегда. Да? У нас есть. На всякий случай. Помню, наборчик. Я-то тоже. Любовь всех детей. Мини-бар. Что у нас тут еще? Ванна. Обожаю эти дверцы с зеркалами. Да? Понятно. Вот уже вещи мои лежат. В общем, нареканий у нас никаких нет. Душ. Туалет. Как говорит, вода. Как говорит, вода, как говорит Гурам Валян. Вода мокрая. Полотенце мягкие, вытирают. Так. Ну что, в общем, мы, естественно, опаздываем, но едем на выступление. Первый раз еду в стейдж. В общем-то, предвкушаю встречу с питерцами. Бабочки в животе. А для меня, для человека с тревожным видом привязанности, это кошмар ужасный. Если мне кто-то нравится, то я максимально почему-то начинала с этим, там, мужчиной, парнем вести себя так. Вообще его игнорировать. Или еще подъебнуть его нужно в какой-то момент, знаешь. Если вдруг человек мне хоть секунду интересен, я сейчас... Мне кажется, у тебя у Креста еще один микрофон, который мы передадим в зал. Точно. Да? Да, да. Классно. А вы передадите? Да. А вы, наверное, можете передадить. У меня такой комплексный вопрос про личную жизнь, про наболевшую. Отношения это вообще всегда наше любимое, да? Да. Вторые отношения были такие про испанскую страсть. И, собственно, они были в Испании, я там жила какое-то время и преподаю сейчас испанский. Я сначала хотела, чтобы по-испански сказать, потом я не буду. Я никогда так не встретила отношений, где была бы вот дружба и одновременно страсть. Ну, не хочешь, ну, компромиссы, то есть это как бы про честность. Мой вопрос звучит в следующем. Это контрзависимость после созависимости? Или вообще что происходит? Чего шахматые рассказы? Вау, отзывается кому-то эта история, мне отзывается. Да, понятно. Я все равно не могу удержаться. Тутил, Томатео, Томате. Ему первый испанский. Я просто в отношениях с 2005-го. На первом бюро свидания проебался сильно. Все про звездные войны рассказал. Щели не слышал. Знаешь, что Бею хоронили в капсуле Прозак? Короче, для меня вот известна вот эта проблема, потому что я в 2005-м точно еще застрял в ребенке, и мне сложно было именно переключиться именно с самцов какого-то. Вот мне тоже надо вдвоем еще, да, нажимать какой-то вот этот рычаг. Типа, сейчас мы вот в животную страсть. А, сейчас давай обсудим, что нам везти на дачу. Как будто есть два типа людей. Одни переживают, что у тебя со шторами и на даче. А с другими грязная кровавая ебля какая-то. И это довольно часто встречается, когда после каких-то бурных романов люди именно для замужества выбирают того партнера, с которым будет спокойно. И какое-то время рядом с ним восстанавливаются. Ты в них заезжаешь как в Хабитон. Как пиздец какой-то. Ты заезжаешь в Хабитон, там кто-то вот скребет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, я понял. Два житая разговаривает на английском языке, но отсылки кластину Крэц 4 части. Понял, ребят? Я прям всегда кендальфом почувствовала, в принципе, да. Я такая была первая в отношении. У меня получилось наоборот. Да, ну что, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга Кузнецова. Прекрасно, выступила с удовольствием. Вы потрясающие, классный зал. Потрясающе, потрясающе, к слову, вечер. Деньний сайт посвящен цветам. И первый цветок, который мотнейший вкус, мы приготовили. А, и здесь мы приготовили для вас хуакра, финиковый чайник и карамелизованный пикант. Ммм, спасибо. Спасибо. Горячая дикая роза. Здесь корей из ягненка. Крем из красной капусты. В него мы добавили немного анис. Он придает нотку свежести. И цитрусовый дебилляс. Спасибо. Дикая роза. Это сериал, который мы смотрели с бабушкой на даче. А кто не смотрел Дикую роза? Внимали шорты мои после... Когда же с поля боя. Это я когда со сцены выходила, зацепилась за такой вот уголок стула и порвала их. Поэтому, Анастасия, нам, конечно, надо уже возобновить какие-то выступательные шорты. Ну, ничего. Ну, ничего. Учитывая, что мы раскрошили экран телефона позавчера, это, наверное, одна, не самая, так скажем, болезненная потеря. Оленька, здравствуйте. Макияж ваш потрясающий был. Все оценили. Я была свежа, как майская роза до самой ночи. У меня прощается, что я вам послала. Да? Это мы в одной, как говорит, скорейте. Поэтому я говорю, что вот если есть ситуация с обрывами, он там бросит или не получится, страх вот этого обрыва. Тебе хочется скорее самой это закончить, чтобы перестать испытывать эту тревогу. И вот с таким типом привязанности вероятность попасть в насильственные, абьюзивные отношения очень высока, потому что схема абьюзивных отношений, это он тебя увидел и такой, ты на всю жизнь моя. Собираем вещи, или я собираю вещи, завтра он уже у тебя стоит, к тебе переехал. И ты, с одной стороны, думаешь, это немножко странно, но очень спокойно. А с обычными, с нормальными вообще скучно. Эй, девчонки, заставляйте нас быть мудаками. У нас не без приключений. У нас вчера от количества, как я шучу, любви, которую мне подарили, кто-то должен быть лопнуть, и у нас лопнул телефон. Вот, и сейчас Аня... Да, потому что я его разбила, и никто-то там, и она, а я. С самого утра решаем этот вопрос, Татьяна решает. Так как, оказывается, стекла на последний айфон не водили в Россию. Ну, короче, вот эти все обычные проблемы людей с Эпплом. Но как будто нашли, приклеим, надеюсь, починим. Ну, слава консьержам, хоть слава обожание. Ну, мы не расстраиваемся, правда? А что делать? Можешь как есть. Да. Недорожий денег стоит. Мой человечек. Вот, и что, мы, не мудрствуя лукаво, вошли в кафе «Счастье», которое наверняка многие здесь прекрасно знают. Во-первых, оно в двух шагах от нашего отеля, а во-вторых, это прекрасное место с классной обстановкой. Будем держать вас в курсе. Надеюсь, что починить телефон. Да, и сегодня у меня вечером выступление. План какой? Погулять, отдохнуть, да, собраться. Медведь, медведь, потому что я представляю, как сейчас сложно. Да, да, мы купили уже наушники, но оказалось, что для того, чтобы поженить с Apple, проблемы людей, у кого Apple, их нужно купить еще два дополнительных провода, ну, то есть, я думаю, мы это сделаем. Отвезем телефон на ремонт сейчас и заедем в МВидео, купим провода. И я очень надеюсь, что следующий скрейка, следующий кадр будет опять на том телефоне и уже спичкливаем. Поэтому не ругайтесь над нас сильно за этот звук, мы стараемся. Мы делаем все сами, собираем блог, снимаем на свои телефоны, во все это вникаем. Поэтому кайфуйте с нами вместе. И следите за эволюцией блога, когда появится нормальный звук. И мы поймем еще какие-то фишки, как снимать, чтобы это было интересно. Так? Ольга Андреевна. А еще знаешь, там есть подстава в том, что когда ты вот таких отношениях находился, ну, есть же соблазн, бывшему написать, спишь, создается ложное ощущение, что да, он, конечно, перекрытый, но может быть, я реально только его и любила. Я очень долго читала, что я такой человечек, я не злопамятная. Мы до сих пор с братом ржем, когда маленький был, у нас была однокомнатная, и по крайней мере, на такие две кровати. И он чего-то там мне сказал, или что-то сделал, и у меня там, знаешь, такие наклеечки были, такие диснейские. И я прям лежу, на какого-то диснейского персонажа смотрю, и сама себе говорю, Оленька, пожалуйста, не забудь завтра утром, что ты на Диму обиделась. Я вну наклеечку со стеной. Такой ножом такой. Три дня проходит, и я такая, ну, в целом не такой мудак. А потом, когда я начала в этом разбираться, я поняла, что на самом деле, вот как вы сказали, я дура. Вот эта негативная ситуация нужно трансформировать в опыт и, условно говоря, добавлять себе листочком в чешую. Это может быть пластинчатый доспех. Так, так. Ты не значишь, что тебя это делает злопамятным человеком. Очень важен опыт в этих отношениях присваивать себе, его переваривать и иметь в броню уже, не попадать в такие ситуации. Товарищ директор тут отдыхает. Мы третий день в Питере. Какой у тебя тип привязанности? Там есть надежный, есть ультранадежный. У меня, я вообще не надо понимать, у меня тревожна по-тихому уходящая тип привязанности. Вот такой у тебя тип привязанности. Не прямо не резкий, а по-тихому вот так вот. Вот такого тип привязанности. А, да? Это новый вид тип привязанности. Новый вид привязанности. Да, у меня тоже тревожный вид привязанности, поэтому я говорю, что я понимаю, о чем речь и привожу тебе пример. И вот как раз еще сложность в том, что с тревожным типом привязанности велика вероятность подскользнуться и улететь на салазки в эквизивные отношения. Вчера к нам залетел на шоу, как вы говорите, Андрей Шумилов. Вот мы теперь сидим. Санька смотрим его. Да, очень понравилось. Его стендап. Да, классный. Саньке травма детства, что она не может опаздывать. У нее начинается тревожность. И судьба ее свела со мной, с самым неторопливым человеком на свете. Чтобы я поработала, видимо, свою травму. Или я свою. Или, может быть, я благодаря тебе хотя бы куда-то не опаздывала. Понимаешь? Вот такой вариант. Ну что, вы собрались. Все классно, прекрасно. Лифт. Отлично. Ой, у нас такой вид потрясающий, когда лифт открывается. Сейчас будет разворачивать. Я не умею разворачивать. Идите. Я могу только задом выйти. Мне нравится, что вот в то окно видно попочку льва. Да. А на вам к лицу потрясающие цветы. Я очень люблю. Да, вот мы собрали композицию. А, я им снимала все это время. Отношения – это, конечно, очень интересная тема, но хочется поговорить про деньги. Да. Я работаю бизнес-тренером и уже более пяти лет в различных топовых компаниях страны. Я не буду называть, как они называются, но они обычно производят газ, нефть, пром. И недавно я уволилась с очередной компанией моей мечты. И я вышла опять на поиск себя и своего предназначения в рынке труда. Мне намного более интереснее реализовываться уже в личной практике. Но почему-то я начинаю сама осознанно откликаться на все эти интересные вакансии в различных крупных компаниях. Наделаю кучу откликов, а потом они все почему-то меня хотят. Они все почему-то Ой, как я, натитые. Я почему-то на это соглашаюсь. Я прохожу. Это не как я, натитые. Ну, вот вы когда говорите о том, вот это все очень, как мне кажется, тонко подметил, задавая вопрос, а какая там была мечта, которая не сбылась, да? Мы опыляемся средой. Иногда очень тяжело отличить свои желания от того, чем мы опылились. желаниями наших родителей, какими-то навязанными нам теми же рекламами. Есть ощущение, что то, о чем вы говорите, это какая-то опыленная, да, история. То есть вы опылены вот этой идеей рекламы, да, или представления о том, что круто работать вакет, но это не ваше истинное желание. спасибо. Спасибо, милая, спасибо. Спасибо. Очень круто, спасибо. Тебе понравилось? Да, я перетягиваю, но я перетягиваю. Ну и что, и для кого-то правильно. Конечно, я же тебя по этому и пригласила. Спасибо. 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 Человек написал прям сейчас, что не пойдет больше на миссия. Да? Ну и слава богу. А кто вы, да? Нет. Мы с вами с вами сфотографируемся, можно я тоже? Нет, мы с первого выпуска с Ивана. Ну не все, но подправились. Очень приятно. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо. Мне очень понравилось. И дальше, вы неуждайте себя. Выпускайте его обязательно приездок сюда. Можно даже с камерой. Спасибо. Можно руку посылать? Спасибо. Спасибо. Что-то любею. Прекрасное местечко. Вот указатель стейдж. Это, собственно, где мы и выступали два дня. Сегодня мы сюда идем и на бранч. Нас здесь принимают, любят. А что нам еще нужно, как говорится? Вот, идем. Идем, идем. Что-то тут приятненько. стейдж. Тут я вчера и позавчера выступала. Собственно, я в зале. Сегодня пришли на лайк. Здравствуйте. Ну что, мы туда? Она скажет, что уже парочка, человек пришел. А, ну супер. Супер, супер. Вот, напишем на бранч. Ну что, подождем, пока все поспяты. Да? Хотя, можно уже, если есть какие-то вопросы, пока вас так мало, я реально можно получить раздесчерку, вручие от билетов. Вообще, у меня была идея, то есть, я начала писать о том, что не всем удалось купить билеты, да, я думаю, что можно будет так делать. Собравки на праздник? Да, просто в таком формате, мне начали писать, когда мне выложили, там, а сколько входит, то есть, сколько стоит водой билеты, и все, я говорю, а нет ощущения, что это странно, что я буду продавать билеты, чтобы ходить. И вот у нас подарок из теплого Питера в Сульфонию. Приезжайте почаще, очень классно, я была только на первом дне, к сожалению, на второй день я не смогла купить билеты, поэтому большое спасибо за сегодняшнюю встречу, приезжайте почаще. Спасибо, но здорово, что вы сначала отметили, что вы знаете, что я люблю шашлык, было бы неуместно. Неуместно было бы. Спасибо большое, днешь меня. Вообще, я первый человек в Питере, который задал вопрос. Привет. А я первый. Это я первая. Но на самом деле я не собиралась, но в итоге получилось так, что я долго в терапии, и я все это все наматывала как на кадрушку вот эти хорошие методы, то, что вы сейчас не представляете меня. Короче, это инсайд, который я получила на шоу. Я приехала до Питера, я вам признательна, спасибо, что смотрите. А в чужих письмах вы главные, вы пишете, это все письма, вы знаете, я читаю все письма, это чистая правда. Спасибо огромное, что пришли. Надеюсь, увидимся еще. Если что-то заказывали, пожалуйста, не забывайте оставлять в лицах на чай. Я вам отправляю лучики эмпатии. Есть хорошая новость, можно не терпеть, Кать. Спасибо. Продолжение следует...